Приветствую вас! Я бы сказал, что вы достаточно деструктивно подходите к вопросу своей проблемы, несколько однобоко, что-то ли, несколько односторонне, если угодно. Почему я так думаю, я вам поясню сейчас. Дело в том, что вы спрашиваете о том, какие правильные себе задать вопросы. Но вся тонкость заключается в том, что правильный вопрос для того, чтобы вам задать. Вопрос. Да еще и правильный. Правильный. Нужно понимать, какой вы человек. Нужно отдавать себе отчет в том, какой вы человек. Нужно знать вас, чтобы понять, какой вопрос вам задавать, какие вопросы вам задать. Это не какие-то универсальные средства, которые вот взял, взял, да, использовал и все хорошо стало сразу. Это не так. Поэтому я думаю, что вам не вопросы нужно задавать себе и не пытаться помочь себе самостоятельно. Я думаю, что трудно, долго, неэффективно, ну, часто, часто, неэффективно, вот. И, собственно говоря, далеко не всегда идет на пользу, потому что сам анализ хорош только до определенного момента. А потом он уже скорее вредит, чем идет на пользу, вот. И у вас, если вот вы чувствуете тревогу, да, то у вас сам анализ явно уже не поможет. Вот. Именно сам анализ вам не поможет, скорее всего. Здесь нужно смотреть более глубоко, более подробно. Вот. Дальше. Последнее время, пишите вы, стало нервной, чувствую некое беспокойство в людях и на близких. Ну, соответственно, понимаете, да, то, что последнее время, вот какое это время? Последнее время, это какое, сколько? Анализ и исследование, исследование того, когда это началось, могло бы пролить свет на причину вашей тревожности. То есть, например, какие-то обстоятельства в вашей жизни возникли, появились, вот. Что вызвало у вас ощущение тревоги? То есть, здесь нужно разбираться, опять же, подробно. То есть, что происходило тогда примерно? Что вы переживали? Что чувствовали? О чем думали? Чего хотели? Да? Вот. Это все нужно и визжать. Значит, злость, это снятие напряжения, по всей видимости, имеет место какие-то неудовлетворенные желания. Ну, неудовлетворенные ли желания имеют место быть или нет, это неизвестно. Это надо изучать, надо изучать, опять же. Это вы. Вы сами решили, что за этим стоят неудовлетворенные желания. Но почему вы решили, что за этим стоят именно они? А может быть причина в другом, не в неудовлетворенных желаниях, например, а в том, что поменялись ваши приоритеты, поменялись ваши цели, ценности ваши изменились, чувства поменялись, то есть эмоциональный фон изменился. Тревожность – это сигнал, сигнал о том, что в вашей жизни что-то произошло. Тревожность – это сигнал вашего подсознания о том, что необходимые, необходимые, понимаете, какие-то критерии, какие-то изменения. То необходимы какие-то действия здесь и сейчас, не в будущем, здесь и сейчас. Необходимы, прямо, прямо необходимо какие-то действия совершить, но вы не знаете какие. Потому что это нужно, еще раз повторяю, исследовать. Дальше, с другой стороны, у меня же нет возможности вдруг взять и по волшебству их все реализовать. При достаточно развитом взрослом компоненте личности, то есть при достаточно развитом аналитическом и расчетливом компоненте взрослого, абсолютно безболезненно происходит отодвигания на какое-то время удовлетворения желания. Тревожность при этом, что интересно, не возникает. Соответственно взрослого компонента личности у вас нет, вероятно. Это просто утопия. Необходимо какое-то время разбор ситуации. Правильно, разбор ситуации вместе с психологом, да. Поэтому должны быть какие-то методы, эти нереализованные желания делать менее активными и мешающими жизни. Так ведь? То есть вы имеете ввиду подавлять свои желания? Но разве не этим вы занимаетесь постоянно? Разве не об этом свидетельствует тот факт, что вы, например, плачем, алкоголем пытаетесь снять напряжение? Разве не о продавлении ваших желаниях свидетельствует тот факт, что вы в постоянном напряжении? Может быть уже хватит? Может быть лучше давать своим желаниям все-таки проявляться, пускай удовлетворить их полностью совсем и невозможно. Но хотя бы проявляться и им давать. Да, искать приемлемую форму для этого, но позволять, позволять им проявляться. Для этого нужно опять же проанализировать ваши чувства. То есть, ну, посмотреть, что за чувства вы испытываете. У меня, в принципе, пишите вы, есть интересные дела. Работа, которая меня устраивает, я не могу сказать, что существует какая-то сильная неудовлетворенность жизнью в общем. Ну, я бы сказал, что вы привыкли жить по определенным правилам, я бы сказал, что вы привыкли жить по определенным критериям. Да, то есть, вы вот даже говорите, что, в принципе, интересные дела есть. Работа, которая меня устраивает, есть. Ну, то есть, это все, знаете, не ярко выразительно. То есть, нет ощущения, что эти дела, они действительно вас как-то радуют. Эти дела действительно вас как-то цепляют. Раскрывают ваш потенциал полностью. Вот. То есть, на мой взгляд, ваша проблема, она именно в потере личностного смысла в жизни. Вот. То есть, вы всю жизнь свою, например, стремились к семье, к тому, чтобы у вас была семья, к тому, чтобы ее обеспечить семью. Я имею в виду всем необходимым. Вот. И сейчас, когда вы это сделали, стремиться дальше вроде бы некуда. Ну, все цели достигнуты. Вот. Ну, от новых целей своих личных вы уже давно отказались. То есть, вы забыли, вы забыли, например, какая вы. Вот. И вследствие этого, мне кажется, у вас проблема, именно вследствие этого, вы ищите ответ на вопрос, зачем я там делаю это, зачем я убираюсь там, если все равно полной чистоты быть не может. То есть, это опять же, знаете, какая-то такая борьба. Да, то есть, я делаю что-то ради результата, но я не делаю что-то ради процесса. Вот. И результат, если он есть, то мне обязательно нужен результат стопроцентный и положительный. Вот. То есть, это все определенные установки, которые вам мешают, мешают получать удовольствие от жизни. Дальше. Я не могу, так, не могу понять, в какой именно области находится эта помеха, которая привела меня к такому состоянию. Ну, нужно анализировать обстоятельства, в результате которых, в результате, в которых у вас появилось такое состояние обстоятельства, они подскажут, в какой области у вас есть это напряжение. Ну, я думаю, что какой-то конкретной области нет, потому что вы замужем, значит, вы реализовались как женщина. У вас есть ребенок, значит, вы реализовались как мать, да? Ну, вот. У вас есть работа, значит, вы реализовались как профессиональный сотрудник, ну, как профессионал. У вас есть хобби, значит, вы реализовались как индивидуально. То есть, все это вот в этих вот всех сферах вы, в принципе, реализовались. Я думаю, что именно конкретных причин, по которым мы были бы не удовлетворены. Нет, вот именно конкретных причин. Я думаю, что это в целом общая потеря смысла у вас. Это, мне кажется, в большей степени актуально. Так, раньше после того, как поплачу, вроде бы становилось легче эмоционально. Ну вот здесь тоже хотелось бы уточнить, конечно, что значит раньше, да, то есть, ну, вот вы говорите, что раньше становилось лучше, когда поплачу. Тут, конечно, намечало бы определить, а с вами это и раньше происходило. То есть, вы и раньше испытывали такого рода проблемы. То есть, напряжение у вас и подобное состояние тревожности было еще и до того периода, который вы описывали. Теперь уже давно не было, что пищевые, а по какой причине постоянно чувствую тревожность напряженности. Ну, это нужно анализировать. А пыталась как-то какое-то время расслабиться через алкоголь, но потом поняла, что они не добиваются. Да, пьянию немного, и что? Если больше выпить, уже сильно пьяная, тоже не то, что нужно. Последствия для организма, как пережитая болезнь, там, в общем, я снимаю ее. Когда занимаюсь бытовыми делами, постоянно задают вопросом, зачем мне все это? Почему я должна постараться не те же детства каждый день, как какая-то тупая белка в колесе? Все это очень раздражают. Ну, я уже говорил вам о том, что это может быть определенный личностный кризис, возрастной кризис. Вот. Это может быть, еще раз повторю, вот, скорее всего, потеря личностного смысла. Мне кажется, что это прямо вот, прямо ваше, это прямо вот то, что касается вас. То есть потеря личностного смысла. Вот. Потому что, ну, то, что вы описываете, да, что вот я занимаюсь бытовыми делами, зачем я это делаю, для чего я это делаю. То есть как будто дальше, глубже этого, вы заглянуть не способны. Ну, либо не способны, либо не хотите. Вот. Опять же, я уверен, что так было не всегда, да, и когда-то было по-другому. Так же не могу понять, при уборке до каких пор необходимо убираться. Но ведь чистоты все равно не будет. Все равно пролетают пылинки перед глазами, а стекла огонь и насосы просто нереально вымет. Так, чтобы они действительно были прозрачными и чистыми. Так, ну, тут у вас, знаете, очень похоже на какую-то навязчивую идею про чистоту и уборку. То есть я, опять же, опять же, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, вот, но то, что вы описываете, это очень похоже на навязчивую идею. То есть это, опять же, так проявляется ваша приводка. То есть через бытовые дела вы пытаетесь решить свои какие-то проблемы, придавая им, бытовым делам, больше значения, чем они того заслуживают. Вот. Меня это все утомляет. А что именно утомляет? Вот конкретно что утомляет? Добиться чистоты просто нереально. А зачем добиваться? Взяли, протерли все, все, немножко, немножко, чтобы, чтобы откровенной грязи пили не было и все. Вот. Просто прошлить по площади, прослить по всем поверхностям тряпочкой раз-два и все. Что? Что? Что утомляет? Знаете? Вы это знаете? Аноним. Поэтому это именно навязчивая, навязчивая, навязчивая идея. В общем, как помочь себе докопаться до причин такого состояния? Работать с психологом. Беседовать, работать с психологом. Психолог задаст вам различные вопросы и нащупает проблему. Самой вам этого сделать невозможно, потому что вы избегаете у себя в сознании, вы избегаете подобных вопросов, избегаете подобных направлений. Вот. Ну, просто потому что вы себе запрещаете, видимо, вы себе, видимо, запрещаете, ну, реализовываться в этом направлении. Поэтому я не думаю, если честно, я не думаю, если честно, что вы сами способны, значит, докопаться до причин своего состояния. Подскажите правильные вопросы для самой себя. Для этого нужно лучше вас узнать. Как про это с нереализованными желаниями, если в реале пока нет возможности куда-то творить, но все для этого делается потихонечку. Понимаете, любые желания вряд ли возможно именно полностью удовлетворить. Вряд ли это возможно. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что вряд ли. Для желаний важно не удовлетворенность полная, а для желаний скорее важно заниматься чем-то, что доставляет наслаждение. Поэтому я бы вопрос поставил бы так. Вот я бы вопрос поставил бы так. Какие действия мои, да, какие действия мои вызывают у меня, например, живой интерес. Какие действия мои вызывают у меня наслаждение, получение удовольствия от каждой проведенной минуты, например. Вот. Вот так. Я бы вопрос поставил бы таким образом, в качестве доводящего. Да? Дальше. Значит так. Все ваши ответы я оценю. Простите, не сказала замужем, если мне 31 год. Ну вот, в принципе, замужество можно и начать исследование. То есть, насколько вы счастливы замужем, насколько мужчина соответствует вашим представлениям о том, каким должен быть мужчина. Вот. Вы говорите, что у вас сын. Вот посмотрите на своего сына и подумайте, как бы ему понравилось, если бы, допустим, ну, если бы, допустим, провели время. Да? То есть, как бы ему хотелось провести время. Например, с вами, да? Вот. То есть, вспомните, вспомните, вспомните вот себя в детстве. Какой вы были, что вам нравилось, что было интересно, что, значит, привлекало вас, что увлекало, увлекало вас. То есть, вот так. Вот так, на самом деле. А то странный, получается, немного вопрос. Да? То есть, у вас здесь первая половина вопроса, это про утрату смысла лично, да? И кризис, что одно, ну, один вектор работы, одно направление, а с другой стороны навязчивость, что другой вектор и другое направление работы. Ну, знаете? Ну, вот. В хорошем, вам нужно выбрать себе психолога и поработать с ним. Конкретно. Вот. Вот. А вот мне кажется, что в вашем случае нужно, нужно именно клиентное, клиентоориентированное. Частоты и клиентоориентированный подход. Вот. Вот. Для начала просто высказать. То есть, вот, вот, знаете, тоже интересно, вот, вы говорите про алкоголь, да? Вы говорите про слезы, но интересно, интересно, что вы не говорите ничего о, например, друзьях, о подругах, вот. 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 Интересно, интересно, что вы ничего об этом не говорите, а ведь важный момент, на самом деле. И, в общем-то, возникает вопрос, на мой взгляд, вполне закономерный вопрос, да, который звучит примерно следующим образом. Как у вас обстоят дела с социальной реализацией? То есть, хобби есть, увлечения есть, всё круто, всё супер, тут понятно. А социальная реализация? Как обстоят дела? Насколько вы, вот, ну, например, не знаю, общительный, допустим, насколько вы активны в социальном плане? Вот это тоже достаточно важный момент, и этому моменту тоже нужно уделять внимание. Вот. То есть, ну, определенно, чего-то не хватает, да, это понятно, чего-то не хватает. Вот. Я не думаю, что это прям какие-то неудовлетворённые желания, ну, хотя бы потому, что у вас есть противоречия, да. То есть, вы говорите, с одной стороны, говорите, что желания у вас вроде бы как какие-то, да, то есть какие-то желания, с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, что они есть, эти неудовлетворённые желания. То есть, в один момент кажется, что вы не знаете, что это за желание, а в другой момент кажется, что вы знаете, что это за желание, вот. То есть тут вот, знаете, тут тоже есть какие-то весьма-весьма интересные моменты, вот, интересные есть моменты, которые, мне кажется, нужно разобрать, ну, хотя бы вот, хотя бы противоречия, что ли, рассмотреть, да, вот эти вот, снять их, вот. Ну, вообще, вообще, я могу сказать, что наиболее, наиболее тяжело и конфликтно, конфликтно переживаются определенные элементы борьбы в жизни человека, вот. Именно, именно элементы борьбы, элементы, там, допустим, ну, допустим, элементы противостояния какого-то, вот. Я бы так сказал. То есть если, если ваши силы, например, если ваши силы тратятся, да, если ваши силы тратятся на борьбу? Если ваши силы тратятся на борьбу, то вот, собственно, это основная проблема, по которой вы испытываете напряжение. Это борьба. Борьба и отсутствие, значит, свободных ресурсов для того, чтобы направлять их себе во благо. Ну, ну, например, да, например. Вот. Вот. Вот так, вот так, я полагаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я понимаю, что, в общем-то, довольно мало, ответу вам, довольно мало информации. Вот. Но, 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 к сожалению, больше информации вы не подоставили от себя. Ну, это все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.